ну человек и я вообще знаете что люблю я люблю просто и без затей если человек враг скажет ты мой враг если человек друг скажет ты мой друг а вот это вот вот эта тема вот не люблю и ну ладно началась нехватка бортов нехватка уже на внутренних рейсах и они обратились к казахстану с просьбой осуществлять полеты на территории россии силами казахской авиакомпании а казахи им дали отлуп сказали не можем потому что они ж не дурные попадать под санкции западные из этих идиотов значит вывод мой извините ну просто про казахстан не могу в эту тему не вставить пять копеек казахстан хочет 13 раз нарастить поставки нефти по трубопроводу в обход россии министр энергетики казахстана сказал что страна планирует отправить полтора миллиона тонн своей нефти по маршруту баку тбилиси джейхан двадцать четвертом году а в планах нарастить поставки до 20 миллионов тонн год но сроки не называются да когда конечно ну а как же какая россия при этом путин приедет скоро в астану будет обниматься с такая вам все по вас по законам восточного гостеприимства то есть он его будет обнимать такая а сам обходить значит поставках нефти россию потому что ну зачем ему санкции зачем ради чего что касается выступление президента казахстан это мой герой вообще я в него влюблен в этого человека замечательного косым же март такая просто меня потрясно внимательно переслушайте выступление такая во в присутствии путина в санкт-петербурге такой пощечины за 22 года путину не давал ни один мировой лидер вот так один на один в присутствии зала огромного и еще на глазах у всего мира такая опытнейший дипломат правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения опытнейший такая человек который понимает что такое геополитика и поверьте мне если он решился на этот ляпас на эту пощечину он тщательно все взвесил он знает что он сделал я хочу сказать я не дипломат все это знают я всегда говорю то что думаю появление этих лидеров на параде страны убийцы присутствие их рядом с разыскиваемым трибуналом в гааге международным преступником боенным террористом и подонком путиным я не знаю как они от этого отмоются и такая и мерзиев и рахмон и пашинян лукашенко не называю ему отмываться не отчего и берды мухаммедов я не знаю как они будут от этого отмываться я не знаю что такая скажет казахстанцам которые в массе своей ненавидят путина и ненавидят русский фашизм я не знаю что такая скажет казахстанцам это пятно несмываемое нельзя стоять с путиным рядом нельзя дышать с ним одним воздухом нельзя воздух испорчен не потому что он напердел а потому что он говно и рядом с ним воняет рядом с ним токсично это такой удар по политической репутации по репутации этих стран это страх божий оксана называется это удар страшный я тебе скажу я к такая хорошо относился я пересмотрел свои отношения нельзя приезжать путину на парад нельзя к человеку который проливает не ведрами а сотнями тысяч ведер украинскую кровь который каждую ночь сука бомбит мирные украинские города ты приезжаешь на парад не извините я молчать не могу по этому поводу но он интеллигентный человек вообще по сути своей как-то вы один из ваших эфиров я слышал насчет извините я вообще стараюсь такие фразы не применять да это когда дерьмо с вкусом клубники или вкусом бананом бананов это из этой серии человек который дал поручение расстреливать свой народ без предупреждения в результате которого погибли тысяч людей все это интеллигентность это как убери пенсне выглядит интеллигентно но мы знаем жизненную историю тех силовиков или частности берия вот в этом смысле внешне он выглядит как интеллигент а по сути вот то самое дерьмо с разным вкусом тут на выбор как вы можете его оценить вы знаете я сам себя ругал я попался на удочку знаете хочется в людях всегда что-то хорошее видеть когда симоньян помните вела панель на по моему это было на питерском форуме в прошлом году когда сидели путин и такая в на сцене и такая с умным видом сказал что нет мы не можем значит признавать донбасс и крым и вообще мы опасаемся санкций мы уважаем другое государство и я так подумал вот молодец какой я его хвалил везде молодец вот этот человек правильно а потом я понял что это был спектакль просто спектакль для того чтобы потом такая помогал путину обходить санкции западные я правы или нет да это именно так и произошло и сейчас это уже общеизвестный факт это специальные операции которые дезинформируют вводят заблуждение но к сожалению в украине вот такого рода операции дальше проводится все интереснее становится мало того он опять в казахстан приехал бедного такая назвать не может опять правильно что проще казалось бы выучить косым жамард кемелевич ну что еще надо косым жамард кемелевич но вам понравилось как такая ответил он зрители может не знает он там даже и песков сидит и лавров ну и путин соответственно и он начинает говорить на казахском и эти начинают переглядываться хватать перри они в шоке были для них какая-то дичь неисусветная да потом такая перешел на русский переповторил на русском но вот сам до красоты игры момент когда они с перекошенными рожами начинают искать эти переводчики такая в конечно и и зует тот еще я хочу сказать и зует чистый значит и нашими вашими споем и спляшем ну человек и я вообще знаете что люблю я люблю просто и беззатей если человек враг скажи ты мой враг если человек друг скажи ты мой друг а вот это вот вот эта тема вот не люблю ну ладно это такое дело мое люблю не люблю он руководствуется интересами казахстана может так надо черт его знает но надо понимать кто такой такая это человек который в совершенстве владеет китайским языком еще рядом языков который долго работал в москве и был послан в китае у которого говорят много недвижимости в москве интересы в россии есть и в китае интересы казахстан уникальное геополитическое положение и казахстан уникальный по наличию до полезных ископаемых то есть вот он вроде вроде с путиным вроде на день рождения у него с мерзиевым президентом узбекистана был на дне рождения до путин к нему пожаловал в казахстан вроде ну ладно неправильно называет но такая вниз сразу смотрит когда он его неправильно звать но переход на казахский язык во время встречи с делегацией россии но это такая звонкая пощечина такой ляпас что аж слышно знаете как по и слышно аж звон в ушах потом спокойно на русский перешел началась нехватка бортов нехватка уже на внутренних рейсах и они обратились казахстану с просьбой осуществлять полеты на территории россии силами казахской авиакомпании а казахи им дали отлуп сказали не можем потому что они ж не дурные попадать под санкции западные из этих идиотов значит вывод мой извини извини ну просто про казахстан не могу в эту тему не вставить пять копеек казахстан хочет 13 раз нарастить поставки нефти по трубопроводу в обход россии министр энергетики казахстана сказал что страна планирует отправить полтора миллиона тонн своей нефти по маршруту баку тбилиси джейхан двадцать четвертом году а в планах нарастить поставки до 20 миллионов тонн год но сроки не называются да когда конечно ну а как же какая россия при этом путин приедет скоро в астану будет обниматься с такая вам все по вас по законам восточного гостеприимства то есть он его будет обнимать такая а сам обходить значит поставках нефти россию потому что ну зачем ему санкции зачем ради чего теперь идем дальше по самолетам гражданской авиации по гражданским самолетам мой прогноз следующий значит у них конечно